Здравствуйте, здравствуйте Сегодня продолжаем наш путь в Арикипу А нет, не в Арикипу, а в каньон Колькам едем сейчас Смотрите, какая дорога продолжается Панамерикана Су Едем по побережью Тихого океана Справа Тихий океан, да, а слева такие скалы И дорога по ним вот так проходит С серпантином Да, todas las curvas son muy peligrosas Por eso decidimos de no continuar en la noche Y mejor en el día Обычная, обычная извилистая дорога, ничего особо И еще есть море Здесь дюна, видите, слева Песок А справа море И вот на таком обрыве проходит дорога Не знаю как она сделана Это как... Это... 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 Красиво, да, снова красиво Но сейчас солнце нет уже, облачное И... Пойти ко мне Увиделя Тайка Тайка Уже Пélпись На Плм Зак На Плм 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 Бей-ба Бей-ба Плм Снова началась пустыня, смотрите, дюны, песок, красота, как тут снова. Все это было. Я уже не могу. Уже жарко становится. Что там есть после этого? Но еще не будет. Я думаю, что еще больше здесь. Эти montaños не имеются в пустыне, но сейчас мы находимся в пустыне, смотрите. Смотрите, 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 дюны сплошные, дюны огромные, из песка. Мои большие курсы, пустыни сплошные, камьоны, 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 камьоны там все время. Смотрите, смотрите, как нужно ехать бесплатно, на грузовике, автостоп на грузовике, замечательно. Там можно спать прямо, смотри, что они делают. И vamos a pagar el peaje también. Снова платим за проезд. Хотя можно было и бесплатно проехать. Вот так. Мы поднялись уже на километр, наверное. Мир, горы, и снова пустыня такая. Но уже немножко на плату. О, а там горы со снегом, покажи. А я. Да. Да. То есть, монтанья Даниэва. Вемся, что есть после этого карьера. Ага. Вот. Угу. Смотрите, какая красота. Смотрите. А вот здесь, одна часть. Где вся аренда. Это уже оringло. Эти areas. Угу. В смысле. Дайте. Субтитры создавал DimaTorzok Дорога 150 км по грунтуру И Леони должна быть концентрирована Как всегда У нас есть 2.400 метров На высоте 2600 метров 2.600 метров Поднимаемся на горы До 4.300 метров И потом опускаться до 3.300 метров Смотрите, кактусы Концентрироваться В этой montagne есть много кактусов Все, все, все красиво Все красиво Но Леони должна быть концентрирована Пожалуйста Смотрите, есть много кактусов Если дорога не закончится То хорошо Дорога продолжается Смотрите, как по горе Я думаю, что все красиво Я не могу концентрироваться Он не может 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 Мы в 3.350 метров Успех Уже Летно Уже 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 Оно Уже Мы находимся уже на высоте 3350 метров, уже поменялся немножечко пейзаж, больше травы такой растет. Это трава, как солома, называется Ичу. Ну и кустарники какие-то, сухие. Дорога вроде лучше стало. Мы сейчас на высоте больше, чем на высоте. Четырех километров, четырех тысяч метров. Это 4100 может быть проезжаем. Вот горы здесь такие красивые, красивые. Сейчас мы идем в монтане. Будем стараться отсюда спуститься побыстрее. Потому что не так тут много воздуха для дыхания. Смотрите, какая красота. Я знаю видно или нет. Но в принципе нам высота не страшна. Мы прожили неделю на высоте 3250 метров. У Анкайо. Они уже привыкли. И ездили на 3700, 4300 проезжали. В принципе 4800 два раза проезжали на автобусе. Все нормально было. У нас такие. Только легкие симптомы. Горной болезни не было у нас. Минимальные были симптомы. Нехватки кислорода. Горной болезни не было у нас совсем. Ох, зомбакас. Но надо быть осторожным. Коровки тут пасутся. Посмотрите. Коровки пасутся. Коровки пасутся. Все хорошо. А коровки нормально. Не высоко. Окей. У нас подняли на высоте. Сейчас мы в Анапа. Лена, ты говоришь. Проезжали на высоте где-то 4200 метров от уровня моря. Такие ощущения специфические, конечно. Но сейчас вроде немножко опустились. Смотрите, какая гора красивая. В остальные岩. Это не practise. В остальных кустах. В остальных. В остальных. Как называется пасутся? Это не важно. Но из-за этого есть проясница. В остальных. Я не знаю. А с другой. Это не drummer. Да, это был рио. Когда идет дождь, тут бывает речь. Сейчас нет. Дорога хорошая уже стала, почти как асфальт. Нормально. Эта часть на дороге, потому что она плана, поэтому мы не сможем уйти. Но другие дороги, они очень опасные. Ох, это макия. Ох, есть макия. Янки, конечно, встречаются немного. Но нет, чтобы ехать немножко. Вот это красиво. Смотрите, мир, где они... Смотрите, на высоте четыре тысячи метров встретили каких-то диких... Как они зовут? Бекунья или альпака. Или альпака. Или яма. Или лама. Кто его знает? Вот они ходят с длинной шеей. Оранжевая шкурка у них. Охотимся на высоте где-то четыре тысячи метров. Мы решаем. Барис Монтанец. Полный небо. На эти горы еще намного выше. Километров шесть, наверное, до сих пор. Какая альтура? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Снова какие-то животные тут бегают в дикие. Бекунья. Бекунья. Снова 4200 метров. И так-то уже легко тут концентрироваться на дорогах. Я руляю в пустыне. Я что-то не вспомнил. Я что-то не смогу проводить. Для кого-то. Леонид будет концентрироваться и манежать, потому что сейчас мы снова в монтанях. Всегда в монтанях. Да, но в результате мы уже находимся на дороге с асфальтом. Сейчас началась дорога с асфальтом. Смотрите, снова кактусы растут. Кактусы здесь, а там у нас горы такие красивые. А что еще? Дерево есть. Уже мы пониже находимся, где-то 3500 метров. Камни на дороге валяются. Нужно ехать осторожно. Мы едем в Каньон Колька. Да, едем в Каньон Колька. Ты хорошо? Да, правильно, правильно. Приехали в Каньон Колька. Смотрите, какая красота, какие горы здесь. Показываю. Ехали, ехали и приехали. Целый день ехали. Как раз закат солнца. Снять бы что-то на закате. Там мучас курпаса у меня. И айестан разматанец. Это Каньон Колька. Спасибо. Я как-то венчу. Водос. 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 Она тоже на закат. Водос. 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 Г ante. Там есть что-то интересное, это новая карта. Канна с альпакой. Мы едим мясо с альпакой.